Строительному колледжу семьи недостает 15 миллионов тенге, чтобы отремонтировать систему отопления в своем студенческом общежитии. Абдам стало известно сегодня в ходе визита членов специальной мониторинговой группы по противодействию коррупции. Они посетили здание общежития, чтобы ознакомиться с ходом капитального ремонта, осуществление которого, к слову, стало возможно благодаря в том числе и их вмешательству. Теперь они намерены решить для колледжа и проблему с заменой в общежитии системы отопления. В прошлом году специальная мониторинговая группа по противодействию коррупции приняла участие в республиканской акции, посвященной вопросам условия проживания студентов в общежитиях. В рамках этой акции члены группы обошлись проверкой ряд общежитий колледжей. Всеобщее внимание членов мониторинговой группы тогда привлекло общежитие строительного колледжа, где условия проживания студентов не соответствовали никаким требованиям. После их вмешательства вопрос стал решаться. Состоялся тендер, по которому ремонтом занялась Павлодарская компания. Но теперь члены мониторинговой группы столкнулись с очередной проблемой. Эта проблема касается отопительной системы. Сегодня выяснилось, что на это не заложены средства. Порядка 15 миллионов, да, наверное? 15 миллионов не заложено. И вот теперь перед нами членами СМГ, Совета матерей, стоит задача, чтобы этот вопрос в срочном порядке пробудировать и чтобы решать надо этот вопрос. Здание общежития не ремонтировалось 50 лет. Система отопления давно требует обновления. Специалисты настаивают на том, чтобы сделать это сейчас, во время проведения капитального ремонта. В противном случае обеспокоены члены группы. Средства, выделенные после стольких усилий, могут быть использованы нецелесообразно. СМГ для проведения капитального ремонта разрабатывалось 3 года назад. Тогда работы по замене радиаторов и труб отопления не были включены в СМГ. Сегодня, согласно современным требованиям к системе отопления, должны быть алюминиевые радиаторы. Для этого мы разрабатываем дополнительную СМГ. А пока рабочие Павлодарской компании полным ходом занимаются капитальным ремонтом помещений. Стоимость работ 67 миллионов тенге. За 20 дней рабочие успели сделать немало. В настоящее время строительные работы ведутся на пятом, четвертом и первом этажах. Отделочные работы, заливка стяжки на полу и другие работы сделаны примерно на 80%. Это в черновом варианте. Кроме того, проводятся современные электрические сети. Состояние электросетей было одним из грубых нарушений безопасности условий проживания. Рабочие учли это и теперь кабели закладываются в стены. Надо отметить, что общежитие рассчитано на 220 мест, порядка 30 из которых ранее предоставлялись в аренду жителям города. После вмешательства членов мониторинговой группы этот вопрос решился. Отныне общежитие будет работать только для студентов. Более того, теперь представители общественности намерены проработать вопрос повышения его эффективного использования и сделать его наиболее востребованным для всей страны. Члены мониторинговой группы выступают с предложением о том, чтобы колледж дополнительно начал подготовку кадров жилищно-коммунальной сферы. А это увеличит количество студентов в общежитии. Вы, наверное, все знаете, журналисты, что у нас 50% домов остаются без управления, а сейчас с выходом поправок по жилищным отношениям. Вот один дом, одна система управления, это количество возрастет и более тысячи, то есть нужны люди. И мы хотим предусмотреть, чтобы у нас в семье обучались, во-первых, среднее звено, это техники, которые полный курс обучения проходили. Во-вторых, это представители обслуживающих и управляющих компаний, курс где-то, допустим, полугодовой и двух-трехмесячные курсы для управляющих, старших по дому. Чтобы основа, азы знали, это не только польза этого, а польза вообще всему же личному фонду любого города. И мы хотели бы быть первыми, мы сейчас готовим письма, выкладки, в парламент хотим обратиться. То есть, естественно, общежитие возрастет потребность в два, может, в несколько раз. Вопросы о выделении 15 миллионов тенге для замены системы отопления члены мониторинговой группы намерены поднять в ближайшее время. В целом же, согласно графику проведения капитального ремонта, он должен завершиться до конца сентября текущего года. Сауле Бегелеева, Эльчан Макзумов, Телеканал Симей.